Добрый день! В эфире Илья Вунг ТВ. У нас в гостях политолог, руководитель аналитического отдела международно-евразийского движения Владимир Константинович Киреев. У ДКБ, конечно, организация более рыхлая, менее собранная, менее координированная, чем тоже НАТО. При всех проблемах НАТО. Провавили и говорите о двустороннем сотрудничестве, например, не Армении, а СССР. В свою очередь, о упреке в сторону России, что Россия никак не защищает интересы своих партнеров, я считаю несправедливым. Говорили о том, что Россия во многих аспектах ненастойчива, потому что, например, в армяно-азербайджанском урегулировании Россия могла бы сделать больше. Но Россия нормально предназначена очень хорошее решение, но не было некоторой такой настойчивости в продвижении этой позиции. На данный момент между Арменией и Азербайджаном армянское руководство решает вопрос гораздо худшими способами. То есть приграть ситуацию. Россия предназначена намного лучшие варианты. Вот этот протест, он спровоцирован реально такими внутренними глубинными процессами внутри армянского общества. Потому что стоит отметить, что такого высокого уровня патриотизма, который существует в армянском обществе, мало где можно встретить на постсоветском пространстве. В ушах это, конечно, необходимо и договариваться необходимо. Но, во-первых, гарантии Запад не дает. Во-вторых, лучше не Азербайджан наверняка не останавливается. То есть, пожелания на данном этапе просто откладывают этот вопрос до какого-то удобного момента. Добрый день, Владимир Константинович. Спасибо, что вышли с нами на связь. Здравствуйте. Владимир Константинович, в последнее время не секрет, что армяно-российские отношения переживали сложный период. В отношении России было много выпадов недружественных и недружественных шагов, было предпринято. Вот на днях состоялась встреча Владимира Владимировича с Николом Фашиняном. Как вы оцените эту встречу? Видите ли вы какие-то изменения, которые последуют за этой встречей в лучшую сторону, возможно? Ну, пока что взят тайм-аут, не произошло резкого разрыва, с чего можно было ожидать. Потому что была целая серия предварительных заявлений со стороны современного армянского руководства о перекладывании ответственности на Россию по множеству параметров. Разговор о том, что Россия выполняет имперскую функцию в Армении, вообще на Южном Катказе. Все это потом визиты к Армагану, визиты на Запад. Все это выглядело как такая устойчивая траектория на полный разрыв отношений. На данный момент разрыв отношений произошел. Есть какая-то сверхопозница. Я затрудняюсь предполагать, почему это произошло, почему все-таки диалог состоялся. Во всяком случае, это кромный диалог. Это шанс на то, что на каком-то следующем этапе отношения можно будет перезапустить, запустить в позитивном ключе. Потому что, конечно, было бы намного хуже, если бы Армения и Россия вышли бы полностью из сотрудничества, из двустороннего сотрудничества, плюс из сотрудничества на полях международных организаций, таких как ВДКБ и ЕАЭС. Тогда было бы, конечно, запустить все намного сложнее. Потому что, ну прямо, скажем, стоит американцам поставить военную базу где-то, то, ну, конечно, уже потом с этой страной ничего уже сделать невозможно, потому что она по факту находиться по внешним управлению. На данный момент это все-таки влияние Запада, влияние Соединенных Штатов, но все-таки еще Армения остается в факте свободы. Это суверенная страна. Пока она суверенная страна, мы можем сотрудничать друг с другом. Когда попадет под полный контроль, это уже будет просто протекторат, и уже там, конечно, поехать туда будет невозможно, и взаимодействовать будет невозможно, и экономические связи будут свернуты. Потому что все такие подконтантные территории, которые Соединенные Штаты или любая другая страна берет контроль, они уже распространяются в полном объеме к внешней политикой, к бизнесам, и тогда уже будут сделки ничего невозможно. По крайней мере, вот такая точка непоспорта нетруднена, что оставляет шансы высоко. Руководство Армении делало заявление о возможном замораживании участия в ОДКБ, но активно продолжает оставаться членом ЕАЭС. При этом Армения также заявляет о возможном становлении членом в Европейский Союз. Может ли Армения как-то совмещать членство в ЕАЭС и становиться членом в Европейский Союз? Видите ли такие перспективы? На данный момент это плохо невозможно. Причин для этого очень много. Главным образом, Европейский Союз и Россия, которые являются, по факту, главным игроком ЕАЭС, находятся в жестком противостоянии. И дело в том, что Европейский Союз – это уже не просто экономико-политическое образование, это военно-экономико-политическое образование. Произошло с восстания Европейского Союза и НАТО, в котором Россия, ну не де-юре, а де-факто находится в состоянии войны. И уже опыт Украины в 2014 году показал, что если какая-то страна находится одновременно в ЕАЭС и в Европейском Союзе, хотя бы имеет даже договор о сотрудничестве, экономическом, то есть открытой границе, это позволит вести экономические войны против ЕАЭС со стороны Европейского Союза, но не для России по отношению к ЕАЭС. То есть получится, что через Армению можно будет поставлять определенные санкционные, и, так скажем так, протекционистки закрываемые позиции, по протекционистки закрываемым позициям товары из Европейского Союза, что может практически помочь внести в Европейском Союзе экономическую войну против России. На данный момент это невозможно. В прошлом, когда-то, когда-то, ну любые годы, может быть, в начале десятых годов, какое сотрудничество, ну в принципе, было возможным, Россия настаивала, что вы можете учить, ну то есть наши партнеры могут участвовать, например, в Европейском Союзе, но не участвовать в НАТО, потому что НАТО все-таки рассматривался уже тогда как недружественный союз. Но Европейский Союз и другие, такие как Советы Европы, они воспринимались как нейтральные, тоже в некотором смысле дружественные России. На данный момент все изменилось. Произошло взрослание, как я уже сказал, Европейского Союза и НАТО. Существует жесткий антагонизм, и такое посреднее промежуточное состояние позволит через изменение прокачивать определенные виды товаров, услуг, ресурсов в ЕАЭС, что он практически делает ЕАЭС беззащитным для такой экономической экспансии, ну не военной экспансии. Поэтому такое сотрудничество на данный момент практически невозможно. Поэтому армянское руководство на данный момент удавит, и участвовать одновременно и в интеграции с Европейским Союзом, и в интеграции с ЕАЭС невозможно. То, что вот такое замораживание сотрудничества с ДКБ произошло, это другой вопрос. Потому что ДКБ, по факту, стоит прямо сказать, эта организация достаточно рычная, она не защитила интересы Армении. Мы видим, что страны ДКБ зачастую не стремятся участвовать в защите. Вот Белоруссия сейчас подвергается агрессии вместе с Россией, со стороны коллективного Запада. Будет ли участвовать в защите России среднеазиатские страны? У нас сомнения большие. И та же самая ситуация у Таджикистана, проблемная ситуация с Южной Афганистаном. У меня нет впечатления, что Казахстан или Белоруссия стремятся защитить опасность Таджикистана от вот этой угрозы. То есть, у ДКБ, конечно, организация более рыхлая, менее собранная, менее координированная, чем тоже НАТО. При всех проблемах НАТО. Порвавили и говорите о двустороннем сотрудничестве, например, не Армении, а СМСИ. В свою очередь, о упреке в сторону России, что Россия никак не защищает интересы своих партнеров. Я считаю несправедливым. Несмотря на то, что и к оппозиции России много вопросов, но в то же самое время именно Россия является гарантом политической безопасности всех стран. По факту. Потому что это, в общем-то, это понимание самой России, руководства России, госаппарата России, в том, где располагаются интересы. Безопасность наших партнеров в ДКБ, это безопасность собственной России. Поэтому Россия достаточно статистично выполняет свои обязательства, защищает вместе со своих партнеров и укрепляет в адрес России, на мой взгляд, несправедливым. Можно говорить о том, что Россия во многих аспектах ненастойчива. Потому что, на мой взгляд, например, в армяно-азербайджанском урегулировании Россия могла бы сделать больше. Но Россия формально предназала очень хорошее решение, но не было некоторой такой настойчивости в продвижении этой позиции. На данный момент, между Арменией и Азербайджаном, армянское руководство решает вопрос гораздо худшими способами. То есть, проиграть ситуацию. Россия предназала намного лучший вариант. Но при этом она делала ненастойчиво. И в итоге ситуация дошла до того, до чего она дошла здесь. Потому что руководство двух стран при посредничестве и участии третьих стран были ситуацию гораздо худшего момента. Но в свою очередь говорить о том, что Россия не защищала интересы армянских, это кривить душой. Но это не правда. То есть, это самообман какой-то. И в определенный момент я считаю, что упреки в адрес России о том, что Россия, например, не оказывала эту помощь. Но вот я с ситуацией общаюсь с военниками, с людьми, с местами, со всех. И у меня опять-таки складывается впечатление, что Армения прямо на стойке. Это не где-то не из-за партии, а только руководство прямо выталкивало Россию с решением этого вопроса. Потому что даже на этом этапе было бы намного больше. Но Россию включали, чтобы освободиться от России влияние. Потому что западные прокуратуры говорят о том, что без России лучше. Но обратная ситуация заключается в том, что если Россия совсем уйдет, и это понятно, и в том числе с западным прокуратурами, это в странном случае. Но, на мой взгляд, даже западные прокуратуры понимают, что если Россия полностью уйдет из региона, то будет означать окончание армии. Просто как-то там не оценивать ситуацию, качество переговоров с Азербайджаном. Азербайджан, в принципе, при определенных обстоятельствах, готово решить вопросы, которые реагируют Армении. То есть, в Сунигский коридор, в Сунигский, как его названо, будет решен, на мой взгляд, у Тюмиха только возникнет такая возможность. А именно, когда Россия уйдет из региона, когда у вас есть какое-то, например, международное сообщество, например, страны Израиля, или Красном море, или Юго-Восточная Азия, или обострение ситуации на Украине, как только внимание всех стран будет уничтожить, то, кстати, Азербайджан вполне может решить вопрос с новым путем к приобретению коридора. И там Россия. Поэтому Россия является единственным реальным гарантом до сих пор вот этой территориальной целостности Армении по этому управлению. При том, что позиция России тоже не безупречна, но не безупречна она, потому что единственный, как никто другой, это вопрос Армении свою территориальную целостность защитить. И это понимают, что очень важно. Даже западные аккуратные, насколько мне интересно, даже западные консультанты Соединенных Штатов и Франции говорят сегодня, что не торопитесь, даже сейчас, не торопитесь рвать отношения с Россией. Поэтому в данном случае это не уступка, например, какой-то внутренней оппозиции со стороны Пашиняна. И даже не голос разума, это давление во всей видимости даже западных аккуратторов. Потому что потерять Армению для них менее выгодно, чем иметь какой-то контроль влиянием над республикой. Ну, сказано так, не стопроцентный пакет, но подавляющий, чтобы хотя бы Армении оставалось. Потому что если они выдавят Российский фонус, Армения будет в свое существование и не будет ничего. Вот такая, мне кажется, присутствие РИКа, насколько она полностью во всех аспектах, конечно, не могу, но выглядит вот примерно таким образом. Ну вот в последние дни мы наблюдаем активные протесты в армянском обществе. Как вы их оцените? Потому что звучат обвинения в сторону активистов и организаторов этих протестов, что они якобы являются агентами Кремля. В то же время в обществе присутствует и обратная точка зрения, что это дело рук американцев, потому что они спешат поменять руководство Армении перед выборами президента США, чтобы иметь здесь лояльное, еще три года иметь здесь лояльное правительство. Вот как вы оцените эти протесты, что они из себя представляют? Я вижу, что вот этот протест, он спровоцирован вот реально такими внутренними глубинными процессами внутри армянского общества. Потому что стоит отметить, что такого высокого уровня патриотизма, который существует в армянском обществе, мало где можно встретить на постсоветском пространстве. При всей пропаганде, при всем вот таком ура-патриотизме, вот именно армянское общество наиболее остро ощущает свои национальные интересы, свою связь с историей, с родной землей и понимает, что каждый упущенный шанс, упущенная возможность – это отнятое будущее у детей. Я не буду про историю говорить, что это стыдно перед предками, но это было отнятое будущее у детей. Потому что если ты что-то потерял, то этого у твоих детей уже нет. И в данном случае вот каждый кулачок, каждой пяти армянской земли, каждая связанная с историей, с возможностями для жизни и с будущим. И армяне очень, граждане Армении очень цепко понимают, что разбазаривать свои интересы ради каких-то сиюминутных моментов политических – это преступление. Это вот аксиома. Поэтому я вижу, что это внутренний протест. Может ли он поддерживаться кем-то извне? Я думаю, что может поддерживаться. Но опять-таки, что я вижу? Что, во-первых, Россия вообще мало во всем участвует в постсоветском пространстве. Особенно Россия воздерживается от сотрудничества с некометистическими секторами, с политическими организациями. Поэтому я вижу некоторую взаимосвязь, ну то, что Россия, в принципе, может быть поддерживать морально. Очень сильно сомневаюсь. Я не верю в это. С другой стороны, говорить об американцах, а американцы тоже, в принципе, могут раскачивать ситуацию, чтобы давить на Пашиняна того же, чтобы иметь рычаг влияния. Но опять-таки, в принципе, Пашинян их устраивает, он идет на все требования со стороны Запада. Поэтому я вижу, что этот протест, он носит, прежде всего, внутренний характер. Он не связан ни с Россией, ни с Ираном, ни с Соединенными Штатами. Он, прежде всего, внутренний характер имеет. Кто-то из его представителей могут иметь какие-то отношения с Ираном, и с Турцией, и с Францией, и с Россией. Да, но, как и в целом, это, конечно, внутреннее явление. И это, конечно, на мой взгляд, голос трезвого человека. Насколько он будет успешен, мне, конечно, непонятно. Я вижу, что значительная часть армянского общества по-прежнему поддерживает Пашиняна, несмотря на то, что он сдает раз за раз армянские национальные интересы, но по-прежнему поддерживает его. Для меня это, конечно, является удивлением, потому что я вижу, это не первый раз в одной из странах такое наблюдается, что вот когда приходит какой-то публичный популярный политик, на него возлагаются огромные надежды, ему все прощают, он все разваливает, а потом оказывается, что горькие осады, что же это было, как мы не замечали, но пока он на пике популярности, все прощается. И в данном случае, конечно, у меня опасение такое, что сегодняшнее руководство Армении полностью растратит Армению, разбазарит ее, приведет ее к гибели. И все это на данный момент подвозилось о том, что это все прекрасный политик, он все делает как надо, как правильно, а потом через несколько лет будет его куркой такое посыпание голову первым. Но на данный момент, на данный момент, я думаю, что вот это по протесту, я, конечно, вмешиваюсь вот таким образом во внутренние дела Армении, как бы тут мне скажут, имею прям моральное право это делать, но моя позиция как человека стороннего, я считаю, что будьте вот этим гражданом Армении, я бы, конечно, этих протестов... Владимир Константинович, вот в спешке началась демаркация границы в прошлом месяце, и на днях была встреча двух вице-премьеров в Алма-Ате. На ваш взгляд, насколько мы приближаемся Армении и Азербайджан к подписанию мирного договора? И почему вот эта вот спешка? На данный момент, мне кажется, и западные кураторы, и, собственно, сами главы двух республик стремятся достичь какого-то промежуточного переговорного процесса, то есть договориться для того, чтобы развязать руки. Для России исключить Запад из-за политики в регионе является очень важной задачей. Это конфликт сейчас идет глобальный между Россией и Западом. Это и возможность контролировать Южный Кавказ как площадку для воздействия на соседние страны. Через регион будет проходить транспортно-логистическая система из Китая в Европу, которую американцы очень хотят контролировать. И максимально хотелось бы контролировать этот регион. Но можно ли назвать переговорные процессы, вообще мирные договоренности между Азербайджаном и Ярмином надежным, и, к сожалению, на мой взгляд, невозможно этого сказать, по причине того, что и Паку, и Анкара на данный момент идут на переговорный процесс, соглашаются с договоренностями, скажем так, удовлетворяются вегетарианскими, в виде каких-то небольших территорий. Но, конечно же, понятно, что и для Турции, и для Азербайджана ключевым вопросом является приобретение сухопутного коридора из Турции в Азербайджан для того, чтобы иметь дальше транспортно-логистическую систему через Каспий, Среднюю Азию и дальше на Центральную Азию, Южную Азию. Это очень важный вопрос. Остановиться на таких вот гуманерах, в виде подписания коровора, на данный момент они навряд ли останутся. Поэтому в ушах это, конечно, необходимо, и договариваться необходимо, но, во-первых, гарантии Запад не дает, во-вторых, ни Азербайджан наверняка не останавливается. Пожелания на данном этапе просто откладывают этот вопрос до какого-то удобного момента. Когда наступит этот вопрос, вполне возможно, в любой ближайшей перспективе, потому что такое внимание Запада, Россия сключит эти процессы, то Армении останется опять один, один, один из Азербайджанов. Владимир Константинович, вот хотелось бы поговорить о процессах, которые происходят в самой России. В России новый министр обороны, и в связи с этим интересно, как вы считаете, какое это влияние будет иметь на конфликт на Украине? Новый министр обороны вызывает у многих оптимизм, как руководитель, потому что с предыдущим руководством министерства обороны связано подозрение в большом количестве коррупционных схем, каких-то неэффективных способов тратных денег, ресурсов. Поэтому ожидается, что схемы станут более прозрачными, контракты более подчиненными государственным интересам. В принципе, любая корпоративная структура, любая организация при нахождении одной команды власти неизбежно замыкается на своих интересах, появляются какие-то коррупционные схемы, может быть просто неэффективные схемы хозяйствования. Поэтому ожидается, что политика министерства обороны станет более прозрачной, но операция по другим методам, другими темпами, скорее всего, это зависит не от руководства министерства обороны, как это ни странно звучит, а во-первых, от политических решений самой России, потому что все равно при своем действии министерства обороны были подчинены, в первую очередь, политическими решениями обороны России, а с другой стороны, внешнеполитические политики, потому что сама Украина является только элементом этой войны, а только площадки, на которых конфликт между Россией и глобальным Западом пришли между Китаем, Россией, Ираном и целым блоком государства, который так или иначе поддерживает Россию и западным блоком государства. Речь идет о том, что Запад пытается ухудать контроль над миром сегодня, а другие страны стремятся создать поля, более оправданно, более политическими. И здесь ситуация связана от вот этого большого глобального противостояния. Министерство обороны, оно, несмотря на все ошибки, которые были допущены, которые были доработки в работе Министерства обороны, они все равно являются причиненным элементом. В данном случае прямо какого-то чудодейственного средства за них руководство не понесет. Оптимизация, большая прозрачность, причинение государственным интересам, но в принципе военные действия будут происходить в соответствии с логикой вот этого глобального противостояния. И в зависимости от тех ресурсов и тех решений, которые будут принимать руководство России с одной стороны и дружественной России страны, и руководство НАТО, прежде всего, Соединенных Штатов Франции, которые сейчас являются самыми основными бенефициарами и инициаторами этого канцеля. Владимир Константинович, большое спасибо за интересное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова